МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. Традиционный корпоративный форум «Алроса Хозактив» собрал более 500 делегатов. Работники и руководители структурных подразделений от Архангельска до удачного встретились в Мирном, подвели производственные итоги прошедшего года и наградили лучших. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Пам Сергея Иванова из-за аварии на руднике Мир прошедший год выдался одним из самых сложных. Тем не менее, в 2017 году компания добилась рекордной добычи алмазного сырья – 39,6 миллионов карат. Сегодня главной задачей компании являются не объемы добычи, а усиление промышленной безопасности. Для этого создана специальная комиссия и стратегия, рассчитанная до 2020 года. Сегодня действительно менеджменту компании, руководству компании нужно инвестировать больше времени в вопросы, связанные с промышленной безопасностью, реформировать систему, обратить на те узкие места, которые у нас сегодня есть, и в целом развивать культуру нетерпимости к любого рода нарушениям. Несмотря на трудности Алроса, остается лидером на мировом рынке добычи алмазов. От деятельности компании зависит развитие социальной сферы и экономики республики, а значит и ее будущее. Те или иные новшества, которые происходят в компании, надо принимать более объективно. Но с другой стороны, если мы почувствуем, особенно акционеры, идет какой-то уход от главного вопроса, уход от главных интересов, каких-то других узких интересах, то это будем пересекать. В этом году форум прошел в новом формате. Впервые итоговое собрание состоялось в режиме телемостов. Работники из Айхала, Удачного и Ленска задали вопрос у руководства компании в прямом эфире. Рассматривается ли возможность решения вопроса о ремонте взлетно-посадочной полосы аэропорта Полярный в этом году? Вопросы смогли задать и все желающие из зала. В основном они касались зарплаты и компенсации, реформы и структурных изменений, а также условий жизни и социальной инфраструктуры. По мнению генерального директора, темы были ожидаемые. Важно, что приоритетные вопросы участники форума выбирали путем голосования. Во время встречи удалось ответить на 80% волнующих коллектив вопросов. Заседание постоянного комитета по здравоохранению, соцзащите, труду и занятости с участием депутата Госдумы Галины Данчиковой. С нами на прямом включении работает наш корреспондент Саргалана Захарова. Саргы, здравствуйте. Что обсуждают? Здравствуйте, Юлия. Прямо сейчас завершается обсуждение законопроекта о внесении поправок в федеральный закон. В своем выступлении заместитель министра здравоохранения республики Олег Припузов выразил обеспокоенность о тех требованиях, которые предъявляются сегодня к участковым больницам и фельдшерско-акушерским пунктам. Они касаются того, что они не могут содержать сегодня круглосуточные стационарные пункты, койко-места. И тем самым они лишаются возможности оказывать необходимую первичную и специализированную помощь пациентам. Такое право предоставляется только районным больницам. Согласно нынешнему закону, ФАПы и участковые больницы могут содержать только амбулаторные койко-места с дневным пребыванием. При этом четверть всех медицинских услуг в республике оказывают именно участковые больницы. Проблема больше всего касается северных районов. Пункты находятся в отдалении от районных центров от 200 до 500 километров. И там намного осложнена транспортная логистика. На ожидание иногда уходит времени до суток. Инициатива включает в себя и пересмотренные платы врачам в человеческом больнице и пересмотрение районных коэффициентов. Юлия. Спасибо, Сырглана. Я напомню, с нами на прямом включении из Илтумена была Сырглана Захарова. А мы продолжаем. Более 5 миллионов россиян подали заявление для голосования на президентских выборах не по месту регистрации, а по месту пребывания, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, это масштабное событие. Если сравнить с выдачей открепительных удостоверений, ранее то почти в три раза больше человек воспользовались этим механизмом. Соответствующее заявление о включении в список избирателей на другом участке избиратель мог оформить до 12 марта. Те, кто не успел этого сделать, все же смогут проголосовать на другом участке. Но для этого нужно будет с 17 марта до 2 часов дня по московскому времени оформить специальное заявление в участковом избиркоме по месту прописки. Приди на выборы и сделай селфи. В день голосования стартует фотоконкурс. Якутия выбирает. Участник может принять участие любой, желающий, достигший 18 лет. Чтобы стать участником, нужно подойти 18 марта на избирательный участок, сфотографироваться на фоне специальной фотозоны, затем выложить фотографию в своих открытых аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, использовав хэштеги Якутия выбирает и выборы 2018. По результатам фотоконкурса будут разыграны призы по 10 айфонов X, айпадов и айпадов мини. Отслеживать результаты и голосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте Якутия выбирает.рф. После 20 марта состоится подведение итогов конкурса. После того, как он разместил свою фотографию, его фотография проверяется нашими модераторами и размещается на сайте автоматически на сайте Якутия выбирает.рф. И после этого уже голосование идет через сайт. Еще раз напоминаю, голосование будет не в самом Инстаграме или же ВКонтакте, а голосование будет уже на самом сайте. Мы не должны забывать, что выиграет тот человек, который наберет больше всего голосов. У нас еще будут 5 номинаций. Лучшее коллективное фото, лучшее семейное, лучшее молодежное фото, лучшее фото в национальном костюме и лучшее селфи. Территория без границ. В Якутске открылся первый международный инклюзивный фестиваль «Заяви о себе. Детей с ограниченными возможностями здоровья». Фестиваль собрал около 300 участников. Они из соседних регионов России, Магаданской области, Ханты-Мансийского автономного округа. В фестивале будут участвовать через видеоконференц-связь. Сегодня в течение дня участники защитят инклюзивные проекты. Сейчас вообще у нас в системе образования республики идет крен в сторону инклюзии, доступности образования. Это вообще тенденция по всей России, да? Поскольку Россия ратифицировала конвенцию в 2012 году о правах инвалидов. Это означает, что каждый ребенок, невзирая на его специфику, имеет право на качественное образование. Поэтому и был создан ресурсный центр на базе нашей школы. И поскольку мы ресурсный центр, мы выезжаем в УУЗ, мы знаем обстановку, которая в УУЗах с детьми с ограниченными возможностями. Поэтому как только мы бросили этот клич, что будет инклюзивный фестиваль, то сразу же, естественно, пошли заявки. Подготовка к празднику из Сэхоланхо захватывает все творческие коллективы и детские взрослые. Всюду проходят репетиции театральных постановок, хореографических и вокальных номеров. Мэтры искусства готовят собственные программы. На одной из репетиций Государственного концертного оркестра Якутии побывали наши корреспонденты. В оставшиеся до праздника Сэхоланхо месяцы репетиции у артистов Государственного концертного оркестра Якутии отнюдь не рядовые. Каждая нота играется так, словно предназначено тронуть сотни сердец слушателей. Впрочем, так и есть. Мощью музыкального многозвучия оркестр готовится украсить республиканский праздник Сэхоланхо. Ну, во-первых, мы все активно готовимся просто как жители Алданского района. Мы ждем этот праздник. Ну и что касается подготовки непосредственно оркестра, то мы разучиваем новый репертуар якутских композиторов. Мы ведем переговоры с молодыми исполнителями. То есть хотелось бы, чтобы этот праздник запомнился Алданцем не только своей масштабностью и зрелищностью, но и какими-то такими изюминками, творческими изюминками, которые мы будем готовить. У Государственного концертного оркестра Якутии репертуар богатейший. И первоосновная задача артистов определиться, какие музыкальные произведения представить гостям праздника. В настоящее время идет работа по составлению и утверждению программ творческих коллективов, которые примут участие в празднике. Да, сейчас идут переговоры с режиссером, с постановочной группой. То есть задумок очень много, идей много. Но вот в предвкушении уже какой-то конкретики и пока вот своими силами то, что хотелось бы нам предложить, мы готовим. Государственный концертный оркестр Якутии образовался без малого 30 лет назад. Первоначально бывший самодеятельным, сегодня коллектив является легендарным. Он известен не только в республике, но и в России, а также за ее пределами. Без оркестра не мыслим ни один праздник. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Сегодня стартует эстафета почтового тракта по маршруту Иркутск-Ленск-Алекминск-Якутск. Историческая реконструкция будет посвящена 275-летию становления Иркутско-Якутского почтового тракта. График движения доставки почты подписали заместители председателя правительства Иркутской области и Якутии. Сегодня в Иркутске состоится торжественный старт доставки почты в Качук. Первый заместитель председателя Государственного собрания Якутии Анатолий Добрянцев привезет в Иркутск почтовый ящик, муниципалитетом, на территориях которых находились почтовые станции и завершит свое путешествие 1 апреля в Якутске. Год в Нюрнгринском районе начался со спортивных состязаний. Здесь 2018-й объявлен годом здорового образа жизни. Очередным мероприятием стала традиционная универсиада среди студентов среднего и высшего образования региона. Продолжат наши корреспонденты. Большой праздник спорта организованной для развития физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, совершенствование ее форм, повышение спортивного мастерства и пропаганды здорового образа жизни принял студентов Алданского медицинского и политехнического колледжей, Нюрнгринского медицинского и Южно-Якутского технологического колледжа. Спорт у нас продолжает процветать и в республике в целом, и в России, поэтому мы очень рады этим соревнованиям, то, что они проходят, рады, то, что ребята с полной ответственностью и пониманием подходят к этому вопросу. В Нюрнгре состоялись встречи по шашкам, настольному теннису, легкой атлетике, гиревому спорту и волейболу. Студенты показали хороший уровень подготовки, получив личные и командные спортивные достижения. Будем тренироваться, учиться на своих ошибках и, может, в будущем мы займем первые места. Впечатлений очень много осталось. Еще хочется, чтобы такие мероприятия еще проводились и проводились много раз. Охота в Якутск было съездить, но ничего. Мы будем за языка болеть, за Нюрнгринский район наш. В следующий раз будем ждать их. У нас будет Валдань. В Валдань, да, через два года будем ждать. Да. В общекомандном зачете соревнований победителями стали студенты Южно-Якутского технологического колледжа, которые продолжат участие во втором этапе универсиады, который состоится в апреле в Якутске. Екатерина Павловна, Таковы новости к этому часу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова